Мой дружок пирожок, если тебе хочется кататься на лучших тачках в Лос-Сантосе, прокачивать их и делать целые коллекции из автопарка, челите с осуждением смотреть на всех на собственной яхте, а может просто хочется купить ночной клуб и зажечь там не по-детски, а? Или заказать шампусик в казино по цене мотоцикла и вообще не думать о том, что баблинская может закончиться, тогда заходи в мою группу по прокачке, прокачаем быстро, без бана и без обмана, деньги, опыт или все сразу. Тысячи положительных отзывов прокачанных дружочков пирожочков развеют любые сомнения, переходи по первой ссылочке в описании, заказывай самую надежную прокачку и играй в свое удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok Протестируем эту бричку на всех наших гоночных треках. На что же это похоже из реального мира, одному разработчику этого чуда известно, но так как это Аннис, то вероятнее всего что-то связано с японцами, но если честно, намешано тут все. Так что телегонии в нашем мире все таки существует. Re-7b заточены именно под лимановские гонки, роки сделали в этой тачке все, чтобы вы поняли, что эта машина именно для этих целей, но никак не для покатушек по старому району, где фонари разбиты, кроссовки на лэп намотаны, но и твои друзья детство где-то там же и в таком же состоянии. Re-7b раньше была одной из самых быстрых, одной из самых маневренных, и вообще тачка-пушка, а все остальные лишь грязь из-под ногтей. Но времена меняются, и Re-7b уже далеко не фаворит, максимальная скорость которого всего лишь 188 км в час, но лды и та знают, что на этой бричке мы ездили почти по 300 км в час благодаря бабу. Каждый уважающий себя гонщик знал, что если врезался на Re-7b во время гонки, то вероятнее всего ты окажешься последним, ибо задний привод имел только два режима. Это отсутствие кручения колес, и эпилептическое вращение оси вне зависимости от скорости автомобиля. Поэтому стартовать с зажатым газом тут хуже сухой дрочки, ибо стартует эта тачка словно колеса это масло, а дорога тоже масло, и все масло. И да, на последнем месте тоже масло. Худший результат разгона среди суперкаров, хотя сама по себе тачка быстрая, конечно устраивает драк-райсинг автомобилей группы C, а это все равно, что надевает презерватив внутренней стороной наружу. Но у нас тут такие тесты, поэтому придется пострадать. И да, как бы ни старалась старушка, в лидеры не удалось выбиться под конец. Еще одно место, где не очень комфортно чувствуешь себя за рулем этого автомобиля. Но ты понимаешь это, и не так сильно расстраиваешься, ибо ты знаешь чего ждать, но не можешь предугадать когда именно. А речь идет про управление, ибо оно тут достаточно острое и стабильное, на больших скоростях, на малых же скоростях нет той же отдачи. Да и тачка на любой маломальской кочке в повороте может развернуться, да так быстро, что ты и не поймешь что произошло. И вот именно тот момент, когда тачка начинает поворачивать лучше, ты не можешь определить. И вот ты думаешь, такс, мне тут тормозить, или же валивать на всей скорости. И в обоих случаях можно обосраться, поэтому только практика поможет прочувствовать этот автомобиль. Это как в NFS на Драк Райсинге, кто играл с клавиатуры поймет меня. Когда переключать нужно было в узкий промежуток времени, и ты знаешь когда это делать, но не можешь все так и точно поймать стрелку тахометра в нужной зоне, чтобы переключиться на следующую. Но вот ты катаешь, область становится уже, но ты с легкостью переключаешься. Вот тут примерно такая же история с выбором скорости для маневра. Ну и гран-туризма, это как раз тот случай, когда ты кайфуешь, и кайфуешь больше не от того, что ты быстро мчишься по узким трассам, а от способности этого автомобиля держаться в поворотах. Если участок без явных кочек и выбоин, то повороты на РЕ7Б проходятся просто потрясающе, настолько хорошо, что у тебя даже будет запас пространства. Ты вроде бы врываешься на полной скорости, а боковой перегрузки нет, это будто скоростная электричка по рельсам проносится. Ты доверяешь этой тачке, ты ее чувствуешь, и просто держишь в голове, что кочки она не любит, любит чистый асфальт, и затяжные повороты на максимальной скорости. Еще ни на одной тачке я не валивался в повороты с таким азартом, потому что где-то в голове держишь эту мысль, а вдруг не сможет, а вдруг улетит. И как только эта мысль начинает доминировать в твоей башке, тачку сносит, выбивает с трасси, и вот ты уже снова чешешь резиной асфальт, а тачка не едет, время проебано, и все то, что ты сумел состричь во время опасных маневров, все похерилось. Но вот ты проезжаешь пару кругов, и уже понимаешь, где можно гнать словно на толчок во время диареи, а где лучше притормозить, чтобы не обосраться по пути. Но все мы знаем, ну или по крайней мере догадываемся, что эта тачка вышла именно в ту пору, когда появились каскадерские трассы, прям в это обновление, летом 16-го года. Так почему тогда мы еще тут, а? Вот на таких трассах тачка в своей стихии, но есть два больших но, это кочки и волрейт. Так что юзать тут так скорости на кочках очень опасно, тачку может конкретно подзанести, и вы проебете позицию. Но даже с такими косяками можно нагнать своего оппонента, ибо в поворотах вам не нужно так сильно тормозить, а может и вовсе тормозить не нужно. Но опять же наезжая на поребре, есть риск отлететь жопой в отбойник. И вот вроде бы мы понемногу догоняем оппонента, и тут пол и волрейт, все хорошо, но РЕ7Б не поворачивает, и ее начинает нести выше трубы. В трубе нужно быть тоже аккуратным, хоть автомобиль и прилипает к трубам, развернуться там можно очень легко. Естественно на втором круге таких косяков уже нет, и все было учтено, поэтому на РЕ7Б лучше всего ездить уже по известным трассам, чтобы понимать где лучше начинать заходить в поворот, а где выходить. И тогда этот автомобиль составит явную конкуренцию даже свежеиспеченным конкурентам. Конечно же все зависит от водителя и прокачки самого автомобиля. И судя по гонкам, в GTA Online вообще одни новички с низким уровнем, но все же гонка есть гонка, и тот же Вагнер или Кридер явно в более выгодных условиях. Я же с вами прощаюсь, дружочки пирожочки, кто хочет заценить гонку, зацениваем, кому достаточно обзора, выключаем видео, но не забываем что уже в этот четверг выходит обновление про ограбление казино, и сейчас лучшее время чтобы заказать прокачку, так что первая ссылочка в описании для вас. Ну все, всем ББ, всем ГГ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА